Добрый день! В эфире 12-го канала Час новостей в студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Эвакуировали жителей всего подъезда. Пожар в многоэтажке. Спасти удалось не всех. Расскажем подробности. Детский отдых должен быть безопасным. До воза деток, до лагерей, ну и соответственно всех мероприятий, которые связаны с купанием и всем остальным. Лагеря ждет тщательная подготовка к приему школьников и кто сможет отдохнуть со скидкой. Размером с орех в районах области выпал град. Пострадали ли посадки на огородах и какие сюрпризы погоды еще ждут омичей. Не только ремонт мемориальных комплексов, но и обустройство детских площадок. Рядом с этими качелями построят современный игровой центр. Открыть его планируют уже к середине августа. Жители даже самых маленьких сел региона могут преобразить любое общественное пространство. Как правильно подать заявку и где работы уже начались. И страшно, и смешно. Впервые в Омске ревизор Николая Гоголя в исполнении театра кукол из Карелии. Сам Хлистаков, который мой персонаж, у него вообще три лица в этом спектакле. Почему авторы упаковали комедию в шаржевую обертку? Следственный комитет сегодня начал проверку по факту гибели 39-летней омички на пожаре. Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки на улице Дмитриева. Серый дым, который валил с балкона шестого этажа, заметили соседи. Он заполнил подъезд. И прибывшим на место происшествия спасателям пришлось экстренно эвакуировать людей. Среди них трое детей. Но все же удалось спасти не всех. В результате отравления угарным газом скачалась 39-летняя женщина. Она оказалась в самом эпицентре пожара. По данным следователей, была в гостях у родственников. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился у дивана. Поэтому у правоохранителя есть предположение, что причиной ЧП стала непотушенная сигарета. Проверка продолжается. К другим темам усилить меры безопасности в период летней оздоровительной кампании детей поручил глава региона Виталий Хаценко. Об этом он сегодня заявил на оперативном совещании. Ну а всего в этом году в лагерях всех видов – пришкольных, загородных и палаточных – отдохнут почти 70 тысяч детей. Также планируется оздоровить больше тысячи детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Отмечу, что из региональной казны на проведение летней кампании направят более 430 миллионов рублей, в том числе почти 300 миллионов, на частичную и полную оплату путевок. Так, бесплатно отдохнуть смогут дети ветеранов и участников боевых действий, дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также дети из семей, приехавших к нам из ДНР и ЛНР. Я прошу всех, кто непосредственно принимает участие в этом, и всех глав наших районов, уважаемых, и органов правопорядка, обратить внимание и на детское оздоровление, и на безопасность довоза деток до лагерей, ну и, соответственно, всех мероприятий, которые связаны с купанием и всем остальным. Обратите внимание на это самое пристальное. На этом же совещании глава региона поздравил педагога Наталью Чебакову с получением знака отличия за наставничество. Высокую награду накануне Мичка получила из рук президента Владимира Путина. Наталья Чебакова – педагог с 28-летним стажем. Работала как в общеобразовательной школе, так и в коррекционной школе-интернате. Она первый учитель Героя России Дмитрия Перминова. Также ее выпускником является и серебряный призер паралимпийских игр Александр Работницкий. После поздравления Виталий Хаценко предложил ввести новую традицию приглашать в здание правительства и чествовать всех жителей области, которые получили высокие государственные награды. Приобрести новую квартиру с помощью государства. 78 миллионов рублей на улучшение жилищных условий выделено в нашем регионе в этом году. На сегодня уже выдано 75 сертификатов. Об этом сообщили в Министерстве строительства. Но есть ряд требований. Стать участником госпрограммы могут молодые семьи в возрасте до 36. лет с детьми или без. И родители-одиночки. Главное условие – семья должна документально подтвердить то, что нуждается в улучшении жилищных условий. Субсидируется только часть затрат не больше 35%. Отмечу, что мера поддержки действует как в Омске, так и в районах области – Любинском, Калачинском, Конешниковском и других. Оформлением документов занимаются органы местного самоуправления. Городская инфраструктура в маленькие села. Благодаря инициативным жителям и поддержке правительства региона в Шербакульском районе преобразили несколько общественных пространств. В каждое вложено порядка 2 миллионов рублей. Жители сами предложили привести в порядок памятники героям Великой Отечественной войны и территорию вокруг них. Как получить грантовую поддержку на инициативный проект в репортаже Анастасии Донец. Село Изюмовка у памятника воинам-землякам маршем проходят юные армейцы из местной школы. Каждое движение отточено до мелочей. Вперед! Шагом! Марш! Кругом! А вот так это памятное место выглядело несколько лет назад. На архивных фото ухоженный мемориал и полное отсутствие дороги. Теперь ее отремонтировали. А еще здесь появилось новое ограждение, плитка и освещение. Обновили и оформление плит с именами героев. В рамках реализации инициативных проектов из областного бюджета на благоустройство памятника было выделено 634 тысячи рублей. Более 200 поступило из местной казны. Оставшуюся сумму собрали сами жители. Это у нас сейчас прекрасный уголок стал. Самой красивой в деревне, которой мы теперь гордимся. Потому что даже в районе, наверное, такого красивого уголка нет. И он принадлежит теперь нам. А это село Максимовка. Мемориальный комплекс, сражавшимся за родину землякам, впечатляет своими масштабами. Памятник высотой более 9 метров построен почти 50 лет назад. Масштабной реконструкции не было ни разу. Вот эта территория, на которой мы находимся, да, эта территория была неухоженная. Там она была вся развалена, были ямы, были трещины. Да, и то есть мы, когда мероприятия проводили, это было нам очень нехорошо и неприятно, когда люди приезжали к нам в гости. И на этих мероприятиях были и фронтовики раньше. Теперь мемориал – настоящая гордость не только Максимовки, всего Щербакульского района. Территорию также благоустроили в рамках инициативного бюджетирования. Еще один объект благоустройства появится в Максимовке в этом году. Рядом с этими качелями построят современный детский игровой комплекс площадью около 150 квадратных метров. Открыть его планируют уже к середине августа. Участвовать в конкурсе инициативных проектов и получить поддержку из областного бюджета могут жители любого населенного пункта региона. Для этого необходимо собраться и решить, какую территорию необходимо благоустроить. Жители обсуждают приоритеты, какие проблемы в первую очередь нужно решить в селе или в деревне. Они формируют инициативные группы и собирают проекты совместно с администрацией, направляют их на региональный конкурсный отбор. После этого областная комиссия проводит оценку поступивших инициатив и определяет победителей. В этом году из 100 допущенных к оценке проектов профинансировали 70. Подробнее узнать о правилах участия в конкурсе можно на сайте Минфина Омской области в разделе «Инициативное бюджетирование». Между тем, у жителей региона осталось лишь три дня, чтобы поддержать любимые пространства города. В голосовании за благоустройство оно продлится до 31 мая. По информации мэрии Омска, свой выбор уже сделали свыше 125 тысяч амичей. Сейчас в лидерах парка имени 30-летия в ЛКСМ в Октябрьском округе, аллея Александра и Владимира Сазоновых в Советском и территория сквера в границах улиц Таубы, Партизанская и Ленина в центре Омска. Напомню, что работы по результатам голосования начнутся уже в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проголосовать может любой амич старше 14 лет на портале городсреда.ру или же при помощи волонтеров. Они дежурят в торговых центрах, в автобусах и троллейбусах. Сразу несколько страшных аварий со смертельным исходом произошли в Омской области. Одна из них на 40-м километре автодороги Шербакуль-Марьяновка. Там легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм 48-летний водитель скончался на месте. Еще одно ДТП произошло на трассе в Оконечниковском районе. Там также водитель не справился с управлением. Машина прокинулась. В итоге водитель погиб. Двое его пассажиров доставлены в больницу. Кроме того, стали известны и подробности резонансного ДТП в Черлакском районе, которое унесло жизни сразу шести человек. Напомню, 42-летний амич вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. В итоге водитель микроавтобуса скончался в больнице. А вот сам водитель легковушки и четверо его пассажирок, включая 7-летнюю девочку, погибли на месте. И как стало известно, мужчина вез девочку к бабушке. Остальные же пассажиры оказались попутчиками, которые просто попросили его подвезти. Никто не выжил. В салоне транспортного средства автомобиля «Шевроле Круз» находился водитель и его ребенок 2016 года рождения. А еще находились пассажиры, которые являлись попутчиками водителя. Двигались они в Нововаршавский район. У него имеется 7 административных правонарушениях за превышение скорости. В Омской области выпал град. Так, в Тюкалинске, до сантиметров в диаметре. Фотографиями явления мечи делятся в соцсетях. Кроме того, небольшой град прошел и в Омском районе, в поселке Красная Горка. Был он кратковременный и успел растаять за считанные минуты. Впрочем, некоторые саженцы у дачников все-таки успели пострадать. Ну а что касается погоды на эту неделю, то без сюрпризов вновь не обойдется. По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается порывистый ветер. До 20 метров в секунду местами дождь и гроза. При этом перепады температур. Так, например, сегодня будет плюс 28. Ну а завтра столбик термометра опустится до плюс 18. Учились каллиграфии, живописи, пользоваться оружием. И все это в библиотеке. Больше трех с половиной тысячи мечей приняли участие в «Библионочи-2023». Самая массовая локация – библиотека имени Пушкина. Там в общей сложности прошли около сотни различных мероприятий. Это интерактивы, выставки изделий ручной работы, мастер-классы, экскурсии, лекции, интеллектуальные игры и театральные постановки. В этом году в России библионочь прошла под девизом «Читаем вместе», ну а в Омске его дополнили «Читаем вместе в культурном месте». Люди сегодня привыкли читать везде. И в транспорте, и стоя даже в очереди, и в поезде. И мы редко можем видеть сегодня традиционную книгу в руках у наших сегодняшних гостей. Но сегодня мы им напомним, как выглядит книга. Они смогут увидеть книгу от самой маленькой, с которой нужно познакомиться только через стекло микроскопа, до очень большой. От пота и до крови в Омской крепости состоялся первый в этом году гран-при серии любительских турниров по смешанным единоборствам в рамках промоушена Александра Шлеменко «СФСИ». В этот раз спортсмены немало удивили болельщиков. В клетке сразились студенты, педагоги, военнослужащие и даже повара. Несмотря на столь неспортивные профессии, показали гостям не только недюжинную силу, но и очень яркие поединки. Все подробности у нашего спортивного обозревателя Алексея Дарьева. Александр Колесников впервые пришел в школу «Шторм», когда ему было 12 лет. Сейчас он совмещает занятия микс-файтом с учебой на третьем курсе Омского колледжа профессиональных технологий. И хотя за плечами уже солидный опыт участия в турнирах, говорит, что все равно волнуется. Матрашин всегда есть. Несмотря на то, что у меня уже большой опыт, более 8 лет выступлений, все равно будет волнение присутствовать. Но я с этим справляюсь, выхожу, делаю свое дело и ухожу к победителям. Международная встреча. Насколько серьезным соперник оказался? Соперник оказался крепким, очень крепкий, из Казахстана. Выдерживал удары. И даже я ощущал попадание от него. Ну, я одержал победу. Чемпионов на турнире определяли в легчайшем и среднем весах. В каждой весовой категории за победу бились по 8 бойцов. Лучшие из лучших получат не только денежное вознаграждение, но и возможность провести бой на одном из профессиональных турниров СФСИ. Мы делаем то, что не делает никто. Это любительские гран-при. Любительские гран-при, любительские турниры плюс неплохим призовым фондом. Ты можешь себя попробовать, о себе заявить, но это просто роскошные условия. В мое время такого не было. И я делаю то, что, понимаешь, то, что не было. То есть я делаю лучше. Я хочу, чтобы у нас было лучше, чтобы люди к нам тянулись. И посмотри, они к нам тянутся, о нас разговаривают. Помимо местных бойцов, в октагон этим вечером выходили файтеры из Свердловской и Тюменской областей, республики Тыва и Казахстана. Некоторые поединки получились упорными и продлились все три раунда. Ну, а кто-то заканчивал бой досрочно. Дмитрий Ахметов сумел одержать победу уже на второй минуте схватки. Соперник очень хороший, крепкий. Смотрел его бои, пару боев посмотрел. Хороший парень, крепкий. Просто так получилось, обыграл чуть-чуть. Он думал, что я буду драться, а я чуть перехитрил его. Главный приз для победителя – возможность подписать первый в своей карьере профессиональный контракт с промоушеном СФС. Ну и, конечно же, для молодых любителей шанс сразиться с воспитанниками других клубов и школ ММА – бесценный опыт. Чем больше у тебя опыта, тем больше у тебя шансов, знаний для того, чтобы в дальнейшем победы были. Хочешь в дальнейшем стать профессиональным бойцом? Конечно, хочу. Это вот цель моя, цель моей жизни. Единственное, вот дома родители против, но как-то стараюсь, как-то договариваются. В летнем сезоне команда Александра Шлеменко организует еще два любительских турнира по ММА. Кроме того, этим летом школа «Шторм» проведет всероссийские соревнования кубок Александра Шлеменко. Алексей Адареев, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Страшно и смешно. «Золотая маска» в Омске представила «Ревизора». Самую популярную пьесу Николая Гоголя привезли актеры театра «Кукол» Республики Карелия. Спектакль был номинирован на получение национальной театральной премии 2023 года сразу по четырем позициям. Лучший спектакль в театре «Кукол» работа режиссера, постановки Игорь Казаков и художник Татьяна Нарсисян упаковали комедию в шаржевую обертку. Что связывает мастеров кукол с Омским театром «Орликин» расскажет Наталья Змага. Олег Романов за роль Городничева получил звание заслуженного артиста Карелия. Но перед спектаклем он запасается не тщеславием, а батарейками. Работать два с половиной часа в огромной маске актеру жарко. Посему он установил в голове своего персонажа пропеллер. И вот там вот в глубине у меня стоит вентилятор. Воздух поступает через нос, а смотрит артист только через натянутую улыбку маски. Видимость практически нулевая, да и слышимость тоже. Поэтому актеры знают наизусть не только свой текст, но и партнеров. Пришлось до миллиметра запомнить мизансцены. Например, чтобы актриса, которая играет землянику, не попала под ноги. Она искала, что можно сделать еще с этой маской. Оказалось, что она очень классно катается. Да, то есть она бухается и катится по сцене. И комичность есть, и это абсолютно точная метафора, что происходит в голове у персонажа. То есть ему бы куда-нибудь укатиться, и чтобы его было не видно. К нам едет ревизор! Что это? Маски по задумке режиссера Игоря Казакова нарочито деформированные куклы показывают уродливость внешних черт, отражающие пустоту внутреннего содержания персонажей. Так у почмейстера голова на уровне живота, а Бобчинский-Добчинский с одним туловищем на двоих. Характер Хлистакова от начала спектакля к финалу меняется настолько, что пришлось создать несколько кукол. Сам Хлистаков, мой персонаж, у него вообще три лица в этом спектакле. Он является таким сначала маленьким, сморщенным червяком, а потом раздувается, его эго раздувается до огромного фельдмаршала. Пытаешься привыкнуть к новому росту, ты становишься наоборот, чувствовать себя выше, там получается метр восемьдесят, а я метр семьдесят. Необычное художественное пространство и кукол создала Татьяна Нерсисян, главный художник Белорусского театра кукол. Ее работы уже знакомы о мечам. У лауреата золотой маски художника Татьяны Нерсисян свой особенный художественный почерк. Например, в нашем театре Омском «Орликин» есть спектакль под названием «Скелик». Вот его афиша. И если мы приглядимся, то голова чудовища самого Скеллига отдаленно напоминает те самые маски, которые используются в ревизоре. Труппа театра Карелии уже бывала в Омске на гастролях, поэтому знает о возможностях площадки Омского «Орликина». У нас прекрасное настроение, особенно у меня, увидев эту сцену, когда мы просто гениально, можно сказать, встали. Это бывает так редко, но вот со светом мы сегодня вынуждены были поработать. Свет падает на маски таким образом, что у каждой из них меняется выражение лица, а вот руки у персонажей с неповторимой пластикой артистов. Наталья Азмага, Владислав Осинцев, 12 канал. Мы снова в топе. 12 канал вошел в двадцатку самых популярных телекомпаний страны в Одноклассниках. Эксперты Национальной ассоциации телерадиовещателей опубликовали рейтинг за апрель. Эксперты оценивали активность канала в соцсети из 20 крупнейших городов-миллионников. И наш медиахолдинг занял пятое место по числу подписчиков в Одноклассниках. Их на официальной странице 12 канала уже больше 73 тысяч. Ну а по вовлеченности пользователей мы также на пятом месте. Этот показатель иллюстрирует, насколько публикациям ставят лайки, комментируют их и сохраняют. Ну а по количеству реакций на наши посты 12 канал расположился на четвертой строчке. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также и вы можете предложить и свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло Музыка мирового класса 106,2 FM в Омске 12 канал и торговая марка Макфа с 15 по 31 мая представляют проект «Открывайте красоту России! Омск. Вояж!» Шаг первый. Смотрите 12 канал и ждите появления вопросов о самых интересных местах Омской области. Шаг второй. Сканируйте QR-код и присылайте ответы в чат-бот 12 канала в Телеграм. И шаг третий. Участвуйте в ежедневном розыгрыше и получайте призы от Макфа. Открывайте красоту России вместе с 12 каналом и торговой маркой Макфа. Спонсор проекта АО Макфа Макароны номер один в России. Информационная поддержка Радио Монте-Карло Омск. Если радио, то максимум 105 ФМ в Омске. И о погоде. Завтра, 30 мая, в Омске облачно с прояснениями. Ночная температура 11-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 25. В районах дожди ночью плюс 12, плюс 14. Днем 19 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск Часа новостей не пропустите в 17 часов. До встречи!